Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня есть любимое дело, которое я развиваю с восемнадцатого года. Пишите вы. В какой-то момент я стал зарабатывать больше мужа, хотя он уволился с работы, и сел играть в игру компьютерную. Хотя зарабатывал это хорошо, купил нам квартиру в жилом комплексе бизнес-класса, но играет уже почти два года. У него есть какой-то пациентный доход, он оплачивает еду и ипотеку, но все остальные траты на мне, у нас двое детей. Страты, с моей стороны, получаются под миллион в месяц, иногда больше. С его стороны, это где-то 150 тысяч в месяц. Я хочу, чтобы он оплачивал большинство наших расходов, а я только малую часть. Потому что мне хочется, чтобы он был сильнее в нашей паре, и хочу, чтобы он покупал нам дома, квартиры, машины и дачи. Я хочу быть более расслабленным и не переживать за то, чем владеть няне, домоработнице, крючки рабочей, ребенку игрушки и так далее. Я хочу чувствовать его сильным, для этого нужны его действия. Сейчас я влюбился в игру, его нет с нами, это очень тяжело. Только недавно, месяц на завтра, глаз насчет долг. Сыну четыре с половиной, все это на мне. Я его люблю, верю в него, я знаю, что он многое может, он очень умный. У меня есть, конечно, обиды на него за то, что он играет в игры, его совсем нет с нами. Хотя я прошу меня помочь, открыто говорю, что мне тяжело. У меня нет столько сил и времени зарабатывать, как прежде, потому что я зноворожденный. Он слушает, но продолжает играть дальше. Для меня это как предательство. Говорит, что в офисе он больше работать не хочет, что-то новое начинать не знает что. Я очень хочу, чтобы он услышал меня и помог мне, включился в нашу семью. Вопрос, как я могу и могу ли вообще повлиять на ситуацию? Как сделать так, чтобы мышь меня услышал? Нет, это очень важно. И реально ли вообще, что игромена перестает играть в игры? Или это на всю жизнь, и он так или иначе будет играть? Компьютерная игровая зависимость по международной классификации болезни и последней редакции признана заболеванием. Поэтому, если ее диагностировать, а диагностируется она так, что человек очень много времени посвящает этому, то в принципе можно назначить лечение. Вероятно, ваш муж на самом деле действительно болит, и действительно ему нужна помощь. Самостоятельно, если это именно зависимость игровая, конечно, он с этим не справится, не сможет. С другой стороны, что интересно, вы говорите, вот, с одной стороны, о том, что вы зарабатываете, что у вас есть, там, любимое дело, ну вот, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, что как-то любимое дело превратилось в то, что вам тяжело. И это было, я так понимаю, до еще рождения ребенка, да? То есть, как так вышло, что любимое дело стало вам в тягость? Как так вышло, что вы взвалили все обязанности на себя? И как так вышло, что муж перестав работать, в общем-то, все за компьютерные игры? Может быть, это связано с тем, что он увидел, что вы все делаете и так, и зачем ему делать что-то еще? Может быть, это связано с тем, что у него нет мотивации что-то делать, потому что вы, по сути, заняли позицию главы семьи. Вы много говорите о сильном мужчине, вы много говорите о том, что хотите сильного мужчину рядом. Обратите внимание, что мысли о силе человека, да, ну, мысли о сильном человеке, вот, приходят в голову вам. То есть, это ваши мысли, а значит, вы, скорее всего, себя сами и ведете так, как вы мыслите. В этом контексте ваш муж, по большому счету, занимает ту позицию, которая определяется вашей моделью поведения. Если вы сильный, если вы пытаетесь все контролировать, если вы все обеспечиваете, то зачем ему что-то делать? Понимаете, какая штука? Вот. То есть, по сути, вы поменялись ролями и вы заняли по отношению к нему родительскую позицию, по отношению к семье, вы заняли позицию, ну, скажем так, позицию кормильца, позицию главного в семье. Вот вы пишете, в какой-то момент я стал зарабатывать больше. Как это произошло? То есть, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что, ну, на мой, например, взгляд, да, очевидно, что вам это не было прям-таки уж именно тяжело. То есть, у вас это получилось, судя по тому, что вы описываете, естественно. Я могу ошибаться. Я не знаю, как обстоят дела, но то, что вы описываете, свидетельствует о том, что для вас это получилось естественно. И вот, у вас есть любимое дело, вы естественным образом, получается, зарабатываете, начали зарабатывать больше, и в какой-то момент вам стало тяжело. Это не случайно. Это следствие того, что говоря о силе человека, говоря о защищенности, говоря о контроле, вы, по сути дела, здесь ведете речь о том, что вы не доверяете себе, что вы нуждаетесь в защищенности, что вы хотите окружить себя внешними элементами защиты, вот, что у вас довольно высокие требования, требования к себе и к реальному миру, которые не всегда, можно, не всегда адекватно могут быть удовлетворены. Вот. Вам, вот, мой коллега, да, Кудрячев Игорь Леонидович уже сказал про тревожность, да, про то, что у вас есть, ну, скажем так, определенные страхи, вот, что у вас есть определенная, ну, определенная такая вот тревожность, тенденция определенная. Дальше. Так, значит, он уволился с работы и сел играть в компьютерные игры, ну, опять же, да, как это произошло? То есть, как бы, нужно об этом поподробнее. То есть, не просто же он, вот, уволился и в тот же день сел играть, а, ну, как это у вас происходило? Вот. Если вы своего мужа знаете, если у вас с ним достаточно, достаточно хорошая коммуникация, то вы, ну, наверное, в курсе его позиции. Ну, вот. Того, как он относится к тому, что он играет, как он относится к тому, как он живет и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, а, это очень важно. То есть, наличие, факт наличия или отсутствия болезни у вашего мужа не так важно, как то, о чем я говорил. Коммуникация, связь и контакт. Вот. А, хотя он зарабатывал хорошо, купил нам квартиру в жилом комплекс бизнес-класса. Ну, опять же, вопрос, да, как он относится к работе. Играет уже почти два голя, у него есть какой-то пассивный доход, он оплачивает еду и апотеку. Ипотеку на связь, а не тратят на мне. Как так вышло? Понимаете, вы это допустили, вы это позволили. У нас двое детей. А второй ребенок у вас появился уже в этой ситуации. Вот. Вы говорите, что месяц назад родилась дочь. Вот. То есть, второй ребенок появляется в этой ситуации, в ситуации, которая вас не устраивает. Каким образом? Что это? Как не игнорирование себя, своих приоритетов. Вам тревожно, вам некомфортно, вам тяжело, вам не нравится, и вы рожаете ребенку. Я не к тому, что то, что вы родили ребенка, это плохо. Я к тому, что, ээээ, как бы, феномен вашего отношения к себе здесь очень заметен. Эээ, траты с моей стороны, эээ, траты с моей стороны получаются под миллион в месяц, иногда больше. С его стороны, это 150 тысяч в месяц, но у меня такое ощущение, что вы здесь, эээ, как-то вот, ээээ, сравниваете, да, то есть, я вот столько, ты столько, не очень хорошая тенденция. Я хочу, чтобы он оплачивал большинство наших расходов, а я только малый час. Ну, вот и задайте себе вопрос, как получилось, что вы хотите одного, а получается другое. Это как раз, вот, эээ, про мысли. Эээ, потому что мне хочется, чтобы он был сильнее на шеф-баре, хочется, чтобы он покупал нам дома, квартиры, машины. Я хочу быть более расслабленный, не переживая за то, чем кладить меня, недомоработчица, крючка-ребенка, игрушка и так далее. Эээ, здесь вопрос, эээ, тревожности, здесь вопрос, требования к себе и вашего стремления к контролю. Вот. Ну, и, естественно, коммуникация. Я, эээ, я хочу чувствовать его сильным, для этого нужны его дети. Вот, эээ, как бы, смотрите, вы говорите, я хочу чувствовать его сильным. Чтобы что? То есть, понимаете, одно дело, если я просто, эээ, как бы, считаю, что человек в отношениях со мной занимает, ну, как бы, одну позицию, вот такую позицию. И я хочу эту позицию. И совсем другое дело, когда я нуждаюсь в том, чтобы чувствовать кого-то сильным. Чтобы мне было хорошо. Когда моё внутреннее состояние от этого зависит, понимаете, это называется перекладыванием ответственности за свои трудности на другого человека. За свои проблемы на другого человека. Вот. То есть, с одной стороны, вы вроде бы гиберответственны где-то, и всё вы успеваете, и всё вы оплачиваете, и так далее. Но связано это с требованиями вашими к себе. А в том, что касается себя, вы наоборот, невнимательны. И не додаетесь, например, вопросом, да, даже, а как вообще, вот, получилось, что мне необходимо чувствовать, эээ, сильного партнёра, да. Это же не на ровном месте получилось. А как я отношусь к этому, к этой потребности, как я её реализовываю? Ну, всё, пока что вы реализовываете её не очень хорошо, взвалив на себя всё. Да, вы можете сказать, что есть необходимость. Это образа данным. Так, значит, сейчас он слился в игру, его нет с нами, это очень тяжело. Ну, смотрите, как бы, зависимость, да, по своим, так скажем, психологическим основаниям является способом убежать от чего-то в реальном мире. Поэтому, вот, подумайте, от чего бы мог ваш муж бежать. Может быть, он видит, что вы реализуетесь, а он нет. Так, недавно месяц назад родилась наша дочь, но об этом я вот сказал уже, да, вот вы говорите, что всё это на мне. Ну, так, дочь не сама собой родилась. Это следствие вашего выбора и ваших решений. И, как следствие, это результат отношения к себе и к своим приоритетам. Я это говорю не для того, чтобы обвинить вас в рождении ребёнка, а для того, чтобы вы увидели, куда и в какую сторону вам нужно меняться. Я его люблю, я верю в него, я знаю, что он многое может, что он очень умный. Ну, по крайней мере, вот здесь у меня есть ощущение, что вы любите не совсем его, сколько свои ожидания от него. У меня, конечно, есть обида на него за то, что он играет в игры, и его совсем нет с нами, хотя прошу меня помочь. С обидой нужно поработать, и её необходимо прожить. С точки зрения психологии, обиды есть ожидания. И ожидания, ну, не совсем соответствующие действительности. Кроме того, обиды – это способ обратиться со своим чувством, вот, своими чувствами, со своими желаниями. С целью вызвать у человека чувство вины, чтобы с чувства вины он что-то сделал. Согласитесь, довольно деструктивная поведенческая модель. Открыто говорю, мне тяжело, у меня нет столько сил и времени зарабатывать, потому что я с новорождённый, он слушает, но продолжает играть. Здесь тонкий момент, здесь тонкий момент. Дело в том, что, может быть, у вашего мужа болезнь, он не может уже остановиться. А ещё очень важный момент – то, как об этом говорить. Говорит в офисе работать не хочет, что-то новое начинать, он не знает что. Я очень хочу, чтобы он услышал меня и помог мне. Вы не можете заставить, человек. Включился в наш мир. Опять же, вы не можете заставить. Как я могу и могу ли вообще повлиять на эту ситуацию? Да, можете, но, в первую очередь, более внимательным отношением к себе. И выстраиванием личных границ между собой и миром. Как сделать так, чтобы муж меня услышал? Никак. Если муж не хочет и не может, вас услышит, он не хочет. Вот. Можно подкорректировать коммуникацию, да, то есть, научить вас конструктивно коммуницировать. Посмотреть, как он на это будет реагировать. Реально ли вообще, что игроманы перестают играть в играх? Реально. Но это зависимость, на самом деле, поправы считаются одной из самых трудных. Потому что это именно психологическое, а не химическое зависимость. Или это на всей жизни, так иначе будет играть? Ну, этого не знает никто. Этого не знает никто. Наверняка. Такой вот ответ получается. То есть, в целом, вызывает вопросы ваш подход к семье и к себе в первую очередь. В целом, видится трудностью ваше стремление к защищенности. И видится трудность в вашей женской модели поведения. Где вы, в общем-то, желая быть одной, ведете себя совсем по-другому, вот, аргументируя это необходимостью. Необходимость есть у всех. Только кто-то ведет себя так, как он хочет, а кто-то нет. Другое дело, что если вы будете вести себя так, как вы хотите, уровень вашего дохода может, ну, как бы, снизиться. И это вопрос цены. Понимаете? То есть, если вы, как бы, принимаете цену за то, чтобы быть такой, какой вы есть, хорошо. Если нет, вот, то вы будете продолжать двигаться в таком направлении. У вас будет хороший доход, у вас будет результат явно больше, чем, как бы, ну, у кого-то, вот. Вы будете достойно себя обеспечивать, но будете ли вы с собой и будете ли вы счастливы, вот. Поэтому тут вот тоже нужно на это обратить внимание. У своей есть своя цена. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Важный момент, считает ли муж проблемой то, что он играет. Вот. Если нет, но при этом качество его жизни сильно ухудшается, то, как бы, повторюсь, вы можете посмотреть понятие компьютерной игровой зависимости по последней редакции международной классификации болезни и, соответственно, посмотреть, попадает ли под определение ваш муж. Вот. Но имейте в виду, что это очень деликатная тема и какая-то неточность или ошибка может привести к разрушению отношений. Вот. Удачи вам!